Камера, штатив, кофр, микрофон, вес операторской экипировки составляет порядка 20 килограммов. Всю эту тяжесть оператор ежедневно носит на себе. А съемки порой длятся долго, бывает и целый день. Причем взять с собой на съемку только камеру без штатива нельзя, картинка будет трястись. Сегодня в день телевидения мы с моим оператором Андреем решили провести эксперимент. Я буду снимать, а оператор работать в кадре и задавать вопросы. Погнали! Едем. Сейчас мы проводим опрос, как вы пережили день жестянещего. Я не могу. Операторы – люди от природы не публичные, зачастую застенчивые. За кадром им проще, да и картинка у них получается качественнее, чем снимают журналисты, в частности я. Так что вновь меняемся местами и делаем то, что у каждого получается лучше. Я не люблю камеру. Это Мария Мацаева, конечно, шутит. За полгода работы в редакции камеру и журналистику успела полюбить. Несмотря на то, что работа в кадре порой щекочет девушке нервы. Сейчас мы находимся на рыбном производстве в поселке Пруцкой. Именно здесь… Извиняюсь. У «Акулы-пера» нашего шеф-редактора Елены Макаренко тоже есть что вспомнить. За 15-летнюю карьеру было всякое. Однажды я была в командировке в Благовещенском районе. Мы снимали там сразу пять тем. Темы были непростые, такие остросоциальные. И после одной из съемок нам позвонили и сказали, что «Ребят, ну либо вы уезжаете, либо мы вас, простите, тут похороним заживо». Было такое, и мы прямо на машине убегали. Стендапы без шапок, в 30-градусный мороз, трехдневные командировки – все это про нас. В редакции телеканала «Толк» сегодня работает семь журналистов. Новенькие профессию немного романтизируют, более опытные смотрят на нее трезвым взглядом. Настя, у тебя на подвеске символ бесконечности. Можно ли сказать, что твоя любовь к журналистике тоже бесконечна? Ну, как минимум 10 лет я ее люблю. Мне нравится, это очень разнообразная работа. Можно увидеть много мест, познакомиться с интересными людьми. Я уже побывала на операции, мне показали матку, но матка была прикольной. Освещать уникальную операцию, быть в эпицентре пожара, добиваться ремонта протекающих крыш, бегать с микрофоном и камерой в руках нередко приходится с утра до позднего вечера. Порой сложно, но главное, чтобы с пользой для людей. И чтобы ежедневно, ровно в 19.30, вы могли погрузиться в мир важных и интересных новостей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.